Всем привет! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела бы вам показать свои закупки продуктов из магазина Бедронка. Итак, начнём. Кстати, сразу я забыла взять чек, поэтому цен не будет. Значит, приступим. И начнём мы из картошечки. Здесь шесть штучек и цена примерно 3,50 за килограмм. Я говорю сейчас в цену в золотых. Так, next молоко. 2% и я ещё его не пробовала. Но я молоко, я не фанатка молока. Я покупаю молоко только для кофе и овсянки по утрам. Поэтому цена была, точно помню, 2,49. Попробуем. Next у нас соевый соус. Не в ту сторону. Соевый соус, 150 мл. И он стоил... Прошу прощения. Он стоил 2,99, по-моему. 150 мл. Это светлый. Я его использую чаще всего для курицы. Чтобы не жарить её на подсолнечном масле, либо в каком-либо другом. Я всегда её немножко поджариваю сначала. Потом добавляю водички, чтобы она более приготовилась. И потом уже заливаю соевым соусом. Солить не надо. И достаточно вкусно. Советую. Следую. Следующее у нас арахисовое масло. Вот такое вот. Виттанелло. 96% орехов. Я его ещё не пробовала. Сегодня только доела другое. Без... Спортивное такое, спортивное масло. Оно было без соли, без сахара, без любых других добавлений. Оно было просто... Просто орехи. Вот. Я хочу попробовать это. Это, конечно, с сахаром. Написано с коричневым. Не знаю. Нужно открыть, понюхать. Так вот, запакован. Как же я его открою? Боже мой, просто. А-а-а! Сразу дегустация. Неплохое. Оно такое... Очень... Как это называется? Гладкое. Очень... Как будет гладкое по-русски? Я не помню. Пахнет неплохо. Это я уже пальцем влезла. Ладно. Ну, на вкус неплохое. Не знаю. Посмотрим, как пойдёт. Я обычно ем масло арахисовое с бананом. Или же режу банан, яблоко и сверху ложечку чайную или там две арахисового масла. И такой перекусик. Достаточно вкусно и, в принципе, полезно только, если масло без сахара. Просто натуральное масло. Но это такая более вредная эдишн. Скажем так. И следующее это грушки. Две. Откуда они? Я не помню, откуда они. Из какой страны. Но я люблю... Цена была за килограмм 4,99. Я люблю зелёные груши. Вот чтобы были такие твёрдые. Не в том смысле, но из зелёные, в смысле неспелые. Но я люблю твёрдые, зелёные по цвету груши. Я не люблю мягкие фрукты, овощи. Это не моя тема. Если яблоко уже мягкое или груша, я его есть не буду. Сто процентов. Следующее у нас яблочки. Голден. Голден? Голден делишес. Три штучки. Цена. Возможно, 5,99. Что-то в этом роде. Честно говоря, не помню. Следующее у нас приправа. Вот такая вот приправа для картошечки. Я ещё не пробовала, но хочу запечь картошечку в духовочке. Вкусняшка. И это Камис. Это очень знаменитая польская фирма. Я практически всегда покупаю все приправы у них. Моя любимая это была для золотистой курочки. Она просто реально придаёт классный цвет для курицы, которую ты можешь пожарить без масла. Но цвет у этой курочки будет такой золотистый. Красивый, в общем-то. Ну, обожаю. И она классная состава. Значит, что здесь в составе? Соль, чеснок, чабрец, кориандр, лук, сладкая паприка, майоран, куперек, укроп, чили и чёрный перец. В общем-то, неплохая. Цена, не скажу, какая цена, я не помню. Схватила уже в самом конце. Понятия не имею. У нас, кстати, в бедронке последние, сколько, две недели просто нереальная очередь. Просто нереальная очередь. Это меня сильно бесит. Но не важно. Следующее. Каша-кус-кус. Я люблю кускус. И главная причина, почему я его люблю, это потому, что он готовится пять минут. Самый лёгкий способ закипятить воду в чайнике. Насыпать кускус в тарелку, понимая при этом и думая о том, что он увеличится в два раза. Так хорошо, может быть, даже в два с половиной его количество увеличится после того, как оно набухнет. Оставляем в тарелочки, перемешиваем. Можно сразу добавить приправу, соль, как кто любит. И ждём, знаете, как мивинку завариваем. Ждём, пока она бухнет. Ну вот, ждём. И можно кушать. В общем-то, очень быстро. Когда я прихожу голодная с какого-либо, там, с универа, с чего угодно. И мне очень хочется, если у меня нет ничего готового, кускус. Полоцем. И тут у нас... Это... Кускус это по-другому, это пшеница. Только не сама, как бы, а какая-то там её часть. Я не очень разбираюсь в этом всё. Ну, и как бы говорят, что оно не очень полезно, но раз... Раз в недельку можно скушать, я думаю, ничего не случится. И тут у нас 347 килокалорий на 100 грамм. И тут, кстати, в кускусе очень много... Ну, как очень много? Достаточно много белка. 13 грамм. Поэтому советую попробовать просто. Не понравится... Она, кстати, не очень дорогая. Не понравится, не страшно. Следующие у нас будут хлебцы. Вот такие вот хлебцы. Так, что тут у нас? Без сахара. Где тут у нас состав? Вот состав. Мука. Мука. Не знаю, как по-русски. Пшеничная. Каша кукурузная. Экстракт. Солода. Ячменя. Ячменя. И соль. На 100 грамм. 332 килокалории. И порция. Это... Две такие штучки. Такие штучки. Две штучки. Это 14 грамм. То есть, 1,7 грамм примерно. Это нормально. И за две штучки всего лишь 47 килокалорий. Я их обожаю с... С сыром. Таким творожным. Вот так вот. Просто. На завтрак часто очень ем. Следующее, что у нас. Курица. Вот такое вот... Филе копченое. Из курицы. Что сказать? Знаю, что это не полезно. Но, честно говоря, мне уже так надоела вся еда. Я уже не знаю, что мне съесть, когда доходит дело до того, что нужно скушать. Мне просто все надоело. Я хочу чего-то нового. Не знаю, чего, как обычно. Как это у всех девушек бывает. Но иногда я покупаю себе такую курицу. И здесь у нас... Скажу даже стоимость. 8,91 за... 358 грамм. Вот здесь 358 грамм. 8,91. В составе, конечно... Скажем так, ничего хорошего, кроме курицы. Все остальное не фонтан. Как бы здесь у нас и соль, и ароматы, и... И что? И сода, и какие-то там разные... Клюкоза. В общем-то, не хорошо, но вкусно. Иногда можно. Мы от этого не умрем. Потому что мы все умрем от чего-то нельзя сначала. И самое, да, самое последнее. Это у меня курица в филе. Куриное. Которое... Которое... Боже мой. Польская курица. Бегала по улице. И я заплатила за 569 грамм. И здесь 9 злотых 4 гроши. За килограмм 15,89. Я не знаю, это может дорого. Тем не менее, мое любимое мясо, и самое часто употребляемое мясо, это куриная грудка. Я с нею делаю все. Я ее запекаю. Крайне редко, конечно, бывает случай. Я ее жарю в соевом соусе. Бульон на ней варю. Просто ко всему. Супер. Но еще и полезно, если не употреблять при готовке этого масла. Будет вот так вот. Кстати, если у вас есть какие-то классные проверенные рецепты вкусной курочки, филе куриного, то прошу мне оставить внизу в комментариях. И покажу еще. Я была в магазине, который называется Росман. Это как, можно сказать, косметический магазин. Там, в общем-то, все шампуни, гели для душа, косметика, бытовая химия. В общем-то, краски для волос. В общем-то, все. Я не знаю. В Украине это похоже на Ева. По-моему, так называется. Магазин в Украине. Вот это что-то вроде того. Только называется Росман. И, в общем-то, купила там я себе гель для душа. Палмали. Мятный шейк. Да. И, боже мой. Как он пахнет. Как он пахнет. Знаете, Ну, в общем-то, сладкая мята. Пили когда-то сиропы сладкой мяты. Вот это пахнет так. Супер сладко. Не то, чтобы притерно-сладко. Я не люблю притерные запахи. А вот прям классно сладко и мятой. Это прям вот мое. Обожаю, в общем-то. И я его купила за 9,59. Ну, здесь у нас сколько? 500 мл. Ну, в принципе, я думаю, это... Для Польши это нормально. Это еще и плюс новинка. Попробуем, не знаю. И купила себе уже второй раз два таких батончика. Вот таких вот. Показываю. Извиняюсь. 35 грамм. А значит, из чего этот батончик? Самый большой и главный плюс его, это то, что он без сахара. Для меня это важно. Что хочу сказать? Сейчас. Сейчас я скажу состав. Сейчас я скажу состав. Значит, состав. Финики. Кукурузная мука. Кокосовая стружка. Кешью. И арахис. В этой порции 35 грамм. 135 килокалорий. Ну, как бы... Стоил он 3 злотых, и то по скидке. Или 2... Нет, 3 злотых. 2,40. Да, 39 он стоил. Это кокос и орех. Вкус. Выглядит оно, знаете, как... Такой батончик. Маленький, тоненький батончик. Но... Но. Я его брала с собой на перекус в универ. И... Как бы шикарно. Без сахара. Полезно. И очень вкусно. Поэтому цена, конечно... Прошу прощения, цена, конечно, завышена. Но вроде как биопродукты, все такое, поэтому... Это он еще на скидке сейчас стоит. Потому что... Сколько? Где-то 50 копеек скидка на него. Он что-то с чем-то стоит. Как бы... Пока он на скидке, такая себе... Скидка, поэтому нужно купить неплохой перекус в универ. Чтобы не тащить с собой там яблоко, банан или что-то. Неплохая вещь. Но часто ее не будешь есть, потому что все-таки... Цена, как бы, не самая приятная. В общем-то, это весь мой холл едзинёвы, скажем так. Это все, что я купила в магазине сегодня. Не буду говорить, насколько мне этого хватит. Потому что фрукты, например, 3 яблока и 2 груши я съем буквально за 2-3 дня. Хлебцом мне, конечно, хватит на неделю примерно. Потому что я не ем хлеб и я не у меня вместо хлеба к салату. Просто там на завтрак с творожным сыром. Молока мне хватит больше, чем на неделю, если я буду... Хотя, если я буду готовить часто овсянку, то молоко уйдет просто вот так вот. Ну, в общем-то, на этом все. И подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить палец вверх. И пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем на моем канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok